Добрый день дорогие мои подписчики и гости моего канала и кто иногда заглядывает на мой канал на канале Томата Больше всего Любовь Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. Июнь стоит у нас довольно-таки прохладный. Идет третья декада июня, практически уже идет плавно к завершению. И вот жителей всех Чувашии я хочу сегодня поздравить с праздником День Республики у нас сегодня. И желаю всем удачного урожая, хорошего, доброго урожая, хорошей погоды и мирного неба над головой. Поговорим о томатах. Здесь у меня в пятой теплице растут перцы и гномы. Как я думала, оказывается не все гномы. Вот здесь я посадила гномы. Не, как сказать, пурпурное сердце. Я так думала. И вот действительно первый куст оказался пурпурным сердцем. Но он увешан томатами. Даже и под тяжестью томатов. Кустик даже свалился. Вот сюда, думаю, еще раз подвязать надо. И листья убрать. Вот тут столько томатов. Вот столько томатов как бы открыть. Очень шушать не хотим. Вот уже сорвали, пока фотку делали. Но первую так весточку зрелый томат на неизвестном получился. Я думала, это пурпурное сердце. Но получился, скорее всего, это на трюфель похож. Томат получился вот красного цвета. Вот это первая кисть. Она маленький томатик. Скорее всего, был махровый цветок. А дальше уже вот нормальные томаты идут. И вот этот томат тоже тут висел. Хотели снять. Ну, это, конечно, первый томат, как сказать. Весточка. А вот это уже зреет нормальный, довольно-таки хороший томат. Томат не очень крупный. Скорее всего, раннеспелый. Потому что созревает. Ни гномов еще зрелых нет. Ничего зрелого пока нет. Ни перчиков красных нет. Но зеленых, конечно, много. Что об этом томате я могу сказать? Первый раз я вначале-то его формировала как гном. Заподозрила, конечно, листья совершенно не гномовые. Но он у меня и ушел. Сто стволов. Я уж когда опомнилась, там уже поздно было. Ну, вот давайте посчитаем. Вот он. Один кустик идет. Прямо снизу он раздвоился. Вот сразу пошло два куста. Вот на первый из раздвоенных уже первая кисть будет дозариваться. Вот тут листочек надо убрать. Он же у меня бесхозно как... Ну, ни гном, ни гном пошел. Ну, а дальше уже раздвоение пошло в этом... В каком порядке? Ну, вот кисти на кисти сидят. Вот какие кисти? Ну, теперь, естественно, я сделаю семена из него. И назову... Неизвестный трюфель. Неизвестный трюфель. Да. Возможно, у меня были... Конечно, у меня и красный трюфель есть. Возможно, я тогда семена сделала и упала одно семечко. За чистоту, конечно, борешься. Вот пересорт. Как это пересорт? Может быть, при всяком внимательном отношении, даже если семечко куда-то может зацепиться. Вот когда я эти гномы делала, возможно, все возможно. И вот теперь тут столько стволов. Сидя тут, не сосчитаешь. Так, вот. Один, два, три, четыре. Вот он уже четыре. Это... Да-да-да, он не гном. Так. Пять, шесть. И вот тут седьмой идет. Ну, теперь ради эксперимента он как рост, так и будет расти. Единственное, что можно с ним сделать, подкормить. Дать подкормку. Потому что вынести столько кистей, прокормить. Вот, уже наверху вот какие крупные томаты. И на самом, это уже не знаю, какая кисть. Ну, вот как не любить этот томат. Как не любить. Неизвестные, но очень хорошие. Так и будем. Вот, может, интересное название что-то придумаем. Мне он начинает потихонечку нравиться. Вот. Вот, эта кисть уже, если начнет созревать, он будет созревать. Вот тут я внизу один, два, три листочка убрала. Таких вот пасынки мелкие уже теперь все. А, тут, вот тут. Тут тоже есть пасынки. У меня вот так сегодня ролик посмотрела. Ну, правда, южный, это не у нас, это теплые края, как говорится. Мы без пасынкования выращиваем в грунте. Естественно, в колхозах кто же их пасынковал? Они валялись по полю, росли и собирали помидоры. Но у нас же климат не такой. Каждый должен ориентироваться на свой климат. И вот этот томатик теперь, я уже его люблю. Если даже томатик неказистый, такой. Ну, вот сегодня уж я его сорву. Естественно, сорву, уже сорвал. То есть, вот. Естественно, это был махровый цветочек. Естественно, он в неблагоприятных условиях завязывался. А вот, вот его, правда, как упал уж, раз будет созревать. Даже это, наверное, не красный, а малиновый, скорее всего, трюфель. Ну, очень похож, конечно, на малиновый трюфель. Не красный, красно-розовый. И вот столько, столько томатиков. И я уж так и на пакете напишу, сколько он стволов рост. Это не ради эксперимента он у меня посажен. Но так получилось. И опять-таки, насчет махровых цветов у меня очень много вопросов бывает. Вы убираете ли махровые цветы? Но я никогда этим делом не занималась. Потому что, ну, как вот в природе так получилось. Перепад температуры, жара, холод. Ну, первые цветы, бывают они махровые. В дальнейшем уже, когда они растут, таких вот махровости мало бывает. Ну, будем наблюдать. Иногда и в других кистях бывают махровые цветы. Здесь вот больше махровых цветов я не вижу. А вот на этой кисти вот несколько цветочков упали. Ну, как? Сгорели, возможно. И когда, говорят, вы формируете цветы, я говорю, природа за нас все формирует. По наубирающей кисти цветочки. Ну, да, если вы для выставки готовите там по величине, там килограммовый томат вырастет. Да, естественно, уже вы будете в этом направлении работать. А я вообще томат-томат любитель. Для личного использования, не для продажи, не для чего. Для себя мы выращиваем, для своего семейства. Все томаты на переработки идут, на соки, на кетчупе, на лече и на все. И на заморозку. Ну, и дальше вот как идут. Вот теперь пурпурное сердце. Вот оно. Ну, вот какие томаты я уже показала. Вот рядом тоже пурпурное сердце должно быть. Вот оно. Вот оно, пурпурное сердце дальше. Этот вкус не так хорош. На нем еще мелковатые плоды. То есть, посажены эти томаты в один день, а развиваются по-разному. И у людей, и у птиц, и у скотин бывает. Родились в один день, в одно и то же число, а развиваются по-разному. Томаты то же самое. И все растения так же. И климат одинаковый. И поливаем. Вот когда один томат покажут, что-то там не так пошло. Кто-то говорит, подкормки не хватает того. Ну, ведь в одном ряду так же за ними ухаживаем одинаково. Но у каждого своя, как говорится, возможность у каждого томата. Все по своему свойствам. Они какие-то томаты, они послабее. Какие-то очень сильные. Вот. Насчет махровых цветов. Вот это. Ну, думаю, что это не махровые цветы. Нет, нет. Обыкновенные цветы. Посмотрим, какие томатики получатся. Вот. Что? Нет, нормально из этих получаются. Вот некоторые цветы меня удивляют. Вот смотрите. Вот как будто я даже думала, что они сломаны. Нет. Так вот. Раз. И как бы надлом. Но это не надлом. Такая форма вот цветка. Пока ничего не перцев. Вот там очень большие уже перцы зеленые. Уже даже думаю, что можно попробовать. На вкус какой он. Перцы мало что подвязаны. Много подвязки требуют. Вот гибриды, конечно, там большие растут. Вот так у меня сегодня с первым томатом. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok